Вы знаете, я сижу и переживаю, думаю, мне так хочется много сказать, сейчас Торы полчаса. Друзья, я вам скажу, что я включусь пока, потому что я не ожидал такого поворота событий. Да, вы знаете, я рад тому, что я могу сегодня поделиться с вами тем словом, которое Бог мне дал. И, друзья, я буду говорить сегодня о серьезных вещах, поэтому настройтесь слушать серьезные вещи. Мне говорят, что не помолились за нужды, но помолимся потом, да? Друзья, итак, давайте помолимся. Все, надо начинать с молитвы. Авинуши Башимая, святый, мы благодарим Тебя за то, что это время мы проводим в Доме Твоем. Мы благодарим Тебя за то, что Твой урок, Он влечет нас приходить в собрание святых и наслаждаться Твоим присутствием. Бог наш, мы ожидаем, что Ты будешь говорить внутрь наших сердец. Я прошу Тебя, Божий, чтобы Твоя истина, она раскрывалась для нас, чтобы Твоя истина, она преображала нас. И я прошу Тебя, Бог мой, чтобы мы применяли все то, что мы слышим в общине Твоей, Господь. Да будем мы крепки Тобою через познание истины, да будем мы плодовиты для Твоего Царствия. Благословенное имя Твое. Бо Шемишу Амашихейну. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. И начну я свой комментарий с такой небольшой, ой, комментарий, я привык, что я комментирую Тору. Начну свою проповедь с такой одной очень поучительной истории. Список возможных кандидатов на должность пастыря нашей церкви. Ну, я не имею в виду нашей, но так начинается история. Мы включили свои наблюдения для удобства церквей, которые также могут этим заинтересоваться. Ной. 120 лет проповеди, но не было ни одного обратившегося. Моисей. Заика. Имеет дефект речи. По свидетельству бывшей пасты, может впадать в гнев по пустякам. Авраам. В трудное время переехал в Египет. Известно о том, что у него возникли сложности с властями. С помощью обмана он пытался выкрутиться. Давид. Неприемлемое аморальное поведение. Если бы не падение, мог бы быть рекомендован на музыкальное служение. Соломон. Известен за свою мудрость, но не живет, как проповедует. Илья. Непостоянен. Боится трудностей. Осия. Беспорядок в доме. Разведен. Второй раз женился на блуднице. Еремия. Слишком эмоционален. Паникер. Некоторые считают его занудой. Амос. Не имеет должной подготовки. Подходит только для сбора фиг. Иоанн. Называет себя крестителем, но не имеет такта. Одевается, как хиппи. Будет неудобно чувствовать себя на церковном обеде. Петр. Ужасный характер. Слышали, как он отрекся от Христа? Павел. Его послания не тактичны. Жалкая внешность. Слишком долгие проповеди. Тимофей. Имеет способности, но слишком молод для служения. Иуда Искариот. Практичный. Предприимчивый. Умеет обращаться с деньгами. Заботится о нищих. Комиссия пришла к выводу, что только он подходит для нашей церкви. Как вы понимаете, история, конечно же, это ироничная. И, естественно, не о нашей общине. Но она показывает, насколько искаженным может быть взгляд человека на Священное Писание. И в данной истории, что мы видим? Мы видим мужа и веры, о которых Бог говорит в Писании, и которые являются для нас примером, колоссальным примером веры. Но люди, смотря на этих людей, они их видят совершенно в другом облике. И что это были за люди? Это были люди веры. Но они ошибались. Они делали неправильные поступки. Они падали. Но Бог увековечил их для нас как примеры. Вы знаете, что интересно в этом примере? Что показано, как некоторые люди в церкви могут иметь искаженный взгляд именно на Священное Писание. Читая Писание, мы можем смотреть и видеть все немножко не так, как Бог это все хочет представить. Друзья, и понятно, что в реальности, в жизни, ну, вряд ли найдется такие люди, которые смотрят на Библию подобным образом. Но что-то есть в этой истории, что заставляет нас задуматься. И мы видим, что подобный взгляд, он смотрит не через призму Божьего Слова, не через призму Божьей истины. А человек смотрит на людей своим взглядом. Он оценивает ситуацию так, как он хочет ее оценить. Вот он видит ее подобным образом. И происходит это тогда, когда человек делает это по своему разумению. Он не пытается извлечь, что Писание показывает. У него есть свое мнение. И он выражает свое мнение так. И у каждого человека, знаете, в миру говорят, своя правда. Да? Мы знаем, говорят. У каждого своя правда. И у каждого своя истина. Но Божья истина, она одна. Божья истина, она неизмена. Божья истина, она непогрешима, она непоколебима. И Божья истина, она несет жизнь. Друзья, и когда человек смотрит на все своими глазами, то он имеет опасность увидеть Писание, как в нашей истории. Мы, как Божьи люди, глаза нашего сердца, они должны иметь другой фокус. Я скажу так, друзья, что человек, который ставит свое Я выше Божьей истины, он ставит себя под угрозу. Под угрозу впасть в определенные проблемы. И думающие люди в перспективе, они подобным образом будут смотреть не только на библейских персонажей. Они будут смотреть подобным образом на окружающих людей. Они будут смотреть подобным образом на ситуации, которые будут происходить в ихней жизни. И подобным же образом они будут смотреть и на общину, где эти люди собираются, как на их взгляд, вот такие, как в нашем примере. Друзья, я скажу так, что вот в конце прошлого века, это не так давно, очень активно, это не новое заблуждение, но оно начало опять развиваться очень активно, что теория, которая вообще искажала роль церкви, и она даже отвергала роль церкви, а в частности роль поместной церкви. Иногда это было в глобальном смысле, но по сути отвергалась роль поместной церкви, вот именно как части тела Мессии. И в наше время это заблуждение, оно также набирает обороты. И я думаю, вы слышали, что есть такое церковь без стен. И я думаю, слышали, да, есть такое учение, что не надо руководство духовное, мы сами все руководство себе и так далее. Я не буду в это углубляться, но я скажу, что зарождение подобной теории, оно начинается вот как раз на неправильном взгляде на истину. Люди, читая Писание, они видят ее в искаженной форме. И вследствие чего развивается вообще неправильный взгляд на общину, на церковь Божия, на тело Христова. И сегодня, друзья, я хочу с вами говорить именно о церкви, о общине. И задам вопрос. Как мы с вами смотрим на общину, друзья? Как мы смотрим на церковь? Мы смотрим на нее, как прекрасную невесту Христову? Мы воскрещаемся красотой невесты Христовой? Или мы смотрим человеческими глазами, видя, что церковь – это собрание грешных людей, которые не исполняют, почему-то вот в данное время не исполняют Божью волю, так как должны исполнять ее? Понимаем, друзья, мы с вами слова апостола Павла, Рафа Шауля. Это в послании к Ефесянам, в пятой главе написаны следующие слова. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церкви, не имеющей пятна или порока и чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Друзья, понимаем мы с вами, что жертва Ишуа Мессии – это совершенная жертва, которую он принес, чтобы его невеста была прекрасна и непорочна, чтобы она пристала перед своим женихом, прекрасной и непорочной. И как мы читаем в евреях, написано, что он, Ишуа, он сделал совершенными освящаемых. Он сделал, жертва Ишуа, она сделала совершенными освящаемых. И сейчас происходит этот процесс освящения. Или же мы, друзья, с вами, смотря на церковь, на общину, на невесту Христову, задаемся вопросом, где же эта святость? Где эта святость, о которой говорится в Писании? Восхищает ли нас, друзья, работа Духа Святого в общине? Восхищает ли нас работа Духа Святого в Божьем народе? Или мы, или, может быть, мы жалостью вспоминаем дела давно минувших лет, наши времена, нашего уверования, и говорим, Бог что-то делал тогда, сейчас почему-то это не происходит. Как мы смотрим? Или мы видим то, что Бог живой, действенный, и видим его славу, которую он производит в народе своем? Доставляет ли нам удовольствие, друзья, общение? Общение среди святых? Или мы приходим и смотрим, видим один негатив, говорим, что это за верующие такие? Что это происходит? Понимаем мы парадокс, друзья, или не понимаем, что невеста Христова, его община, церковь, она состоит из святых людей, но которые до сих пор почему-то грешат. И Бог знал, что его, он спасая людей, люди будут по-любому грешить. Понимаем ли мы этот парадокс? Или мы смотрим, как в нашей истории, думая, что это за такое? Что за служителя такие? Ну что же это за люди? Что же это за лидер домашней группы такой? Ну как это так? Ну как так можно? Как мы смотрим? И, наконец, друзья, понимаем мы великое поручение, которое Ешуа, Мессия, дал своему народу. Насколько мы его понимаем? Понимаем ли мы, что имеем мы твердое убеждение, что это то, к чему Бог нас призывает? Что мы спасены как раз для того, чтобы, став частью Божьего народа, распространять его Божье Царство? Или спасение Божье, оно зацикливается только лишь на мне? Вот Бог спас меня, и я должен делать все, чтобы совершить путь своего спасения. Понимаем ли мы, что великое поручение это главное, основное служение Церкви Божьей? Насколько мы понимаем это, друзья, распространение Божьего Царства? Или же мы говорим, что я не евангелист, к примеру. Можно слышать, я не евангелист. Или еще бывают люди говорят, а я говорю о Боге. Но вы знаете, я скажу так, что говорить о Боге, это еще не значит распространять его Царство. Если мы пообщаемся с людьми этого мира, то очень часто мы можем видеть, что люди понимают существование Бога. Люди понимают, и они даже понимают где-то, что Бог благословляет. Они понимают, что исцеление в конечном счете зависит от Бога. Но они не знают самого главного. Они не знают пути, как к этому Богу прийти. И знаете, говорить о Боге, распространять его Царство, это надо говорить о Боге, дающем себя на Голгофском кресте. Это важно понимать, друзья. Эти вопросы, которые я задал, они определяют наше самосознание. И я сказал наше, имея в виду, что это самосознание Божьего народа, самосознание Божьей общины, Божьей Церкви. Если мы правильно смотрим на себя, на общину святых, то мы будем успешны в нашей жизни. И мы будем успешны в исполнении Божьей воли. Мы будем успешны в исполнении великого поручения, которое оставил Ишуа для своей общины. И есть составляющие, которые как раз помогут нам быть успешными в этом деле. есть составляющие, которые помогут быть успешными в нашей жизни, в нашем служении. Я имею в виду успешными в плане исполнения Божьей воли, не в мирском понимании, успешными, как сейчас люди хотят все быть успешными. Это слово такое, скажем, актуальное. Но я говорю о другом успехе, о успехе Божьих детей, о успехе общины Божьей. Друзья, и будем ли мы успешны как община в нашем призвании? Потому что в теле Мессии мы имеем особое призвание. Мы, как община, наше видение, наша цель – это спасать погибающих овец дома Израилева. И будем ли мы в этом успешны или не будем? Все, теперь можно начинать проповедовать. Вот сейчас начинается проповедь, это было вступление. Сегодня, друзья, я буду говорить об успешной общине. И давайте откроем книгу Деяний, вторую главу. И знаете, как раньше можно было услышать в церквях, когда не было у нас чудо техники, чудо техники. «Откройте Библию, если у кого нет, подсядьте к верующему». Так вот, сегодня так говорить не надо, потому что у нас есть... Можно открыть Библию с помощью проектора. Давайте прочитаем. Хорошо нам известный текст. Это Деяние, вторая глава, 41 по 47 стих. И так, охотно принявших Слово Его, крестились и прияснилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали учения апостолов в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, переломляя по домам хлеб, прилимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вы помните, день Пятидесятницы, излияние Духа Святого, проповедь Петра, три тысячи покаявших. И дальше, вот наша история, она показывает, что происходило после этого. После великого пробуждения, великого покаяния, мы только что прочитали, чем занималась первоапостольская община. Мы видим жизнь общины. Нам представлены действия двух сторон. Действия Бога и действия человека. Человек в этой истории делал определенные действия. Бог использовал действия человека для исполнения своих целей. И мы видим, что Он прилагал спасаемых к церкви. В этих стихах, друзья, нам показаны как раз вот четыре составляющие, о которых я говорил, которые приводили Божью общину к определенному состоянию. Состоянию страха Господнего, состоянию хвалы и благодарности Богу, состоянию единства и любви. И это все в совокупности, оно привлекало людей этого мира. Но я повторюсь, к этому состоянию в апостольскую церковь приводили четыре составляющих правильной жизни Божьего народа. Я их прочитаю снова. Это 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Казалось бы, все очень просто, да? И мы с вами, наверное, очень много раз слышали эти местописания. И ничего нового для нас мы вроде бы не видим на первый взгляд. Но давайте все-таки попытаемся в этом разобраться. Скажу, почему я решил посмотреть на этот текст, потому что вот на домашней группе мы разбирали слово и понимаем, что читая Писание, мы не всегда пытаемся даже разобраться, о чем там говорится. Мы прочитали, принимаем как факт и идем дальше. Если нам что-то непонятно, в редких случаях мы можем это сделать, но в основе этого не делается. И скажу вам, что Бог вот как-то особенным образом, я имел молитвенное время, читал Писание, и Он мне показал этот текст. Я его тысячу раз читал до этого, много раз читал, но я решил о нем подумать. И тем, то, о чем я подумал, я хочу поделиться с вами, друзья, об этом. Первая составляющая, вот мы читаем, и они пребывали в учении апостолов. Первая составляющая это учение. И написано, постоянно пребывали в учении апостолов. Что же происходило на тот период времени? На тот период времени происходило то, что они слушали толкование Писания. Они слушали, как апостолы толкуют Писание. Они слушали, причем толкование это раскрывало тонах, и оно было, приносило жизнь. Которое, вот это толкование, оно было отличительно от толкований того времени. Вы помните весь путь служения Ишуа Мессии, который раскрывал Писание, давал правильное понимание, правильный взгляд на Священное Писание. И апостолы, они как раз и занимались толкованием тонах. Они раскрывали то, что было сказано прежде. И если мы с вами посмотрим, то значение слова апостол, это посол. Да, посол, посланник. А посол это тот, на кого царь возлагает определенную миссию для того, чтобы представлять его интересы. И мы знаем, что в наше время, так же с Тама, Бог избирает определенных людей и возлагает на них тоже определенную миссию. И вообще не так и происходит. Бог возлагает на людей определенные миссии. И мы видим, что есть у нас учителя, есть у нас пастыря, которые учат нас как раз понимать Писание. Они толкуют Писание. Но возникает, друзья, вопрос. Пребывает вообще в этом учении? Вот пребываем ли мы в том, чему нас учат здесь? Это самый главный вопрос. Пребываем ли мы в этом сегодня? Или послушали и забыли? Да, пришли, ну мы уже привыкли, что надо прийти, у нас есть. Так, так проходит Тора, проповедь. Все, послушали, галочку сделал, на служении побыл и ушел. Или мы понимаем с вами значение слова пребывает. Что же значит пребывать? Я посмотрел значение этого слова. Это значит быть преданным, ожидать в готовности, быть посвященным. Преданы ли мы Богу, когда мы идем в дом Божий, понимая, что здесь будет раскрываться Божья истина? Ожидаем ли мы в готовности, приходим мы для чего? Ожидаем ли мы получить Божье Слово? Ожидаем ли мы получить пищу от Бога? Или мы приходим, потому что так надо? Мы посвящаем себя, это время, вот эти небольшие полтора часа для того, чтобы слушать. Это очень важные моменты, чтобы понять, насколько это происходит в церкви. Знаете, в любой церкви достаточно выйти в холл или стать сзади. Я скажу вам, что в холле происходят самые лучшие проповеди в мире. Самые лучшие. Братья и сестры назидают себя духовно. Молитвы чудес происходят великие. Исцеления, знамения такие. Я вам скажу, что можно видеть даже, как кто-то покупает себе через планшет костюм или платье или туфли для тысячной евангелизации на стадионе. А кто-то даже проповедует, упорно сидит и проповедует через социальные сети всему миру. Вот такое серьезное служение мы можем видеть. Друзья, бывает и такое. Многие христиане просто, они недооценивают важность учения в общине. И аргументом для такого отношения, ну, понятно, что это неправильно. И люди оправдывают себя тем, говорят, ну, я же сам читаю Писание. Я, в конце концов, я сам, у меня есть личные отношения с Богом. Я сел, почитал Писание. Все нормально. Но Дух Святой, когда акцентировал вот в этом тексте внимание на эти вещи, Он знал все наперед. Я хочу с вами поделиться немножко статистикой, чтобы вы понимали. Это, правда, статистика немного устарелая, но я думаю, что сейчас нам еще намного все серьезнее. Потому что в наше время темп жизни все идет быстрее и быстрее. Вы знаете, друзья, статистика по поводу чтения Писания в Соединенных Штатах Америки. 20-летней давности статистика. Вот всего лишь 11% американцев читают Писание каждый день. Более 50% меньше одного раза в месяц или вообще не читают. Но вы скажете, ну что, ну американцы, ну читают себе, ну кто-то читает, кто-то не читает. Теперь опрос христиан, рожденных свыше христиан. Это то, что говорится о рожденных свыше христианах. Тоже в Америке, да. 18% читают Писание каждый день. 23% вообще не читают Библию. 23% рожденных свыше людей не читают Библию. Для них идет назидание, они получают основную часть духовной пищи. Это в своих церквях, в своих общинах. Ну, опять же, мы, конечно, можем подумать это в Америке. У нас не так, да. Но я думаю, пример для нас это хороший, чтобы мы понимали. И для некоторых учение в общине это единственный, единственный источник духовной пищи. Вы знаете, друзья, и это очень важно. И только один аргумент, который я сказал вам, который говорит о важности пребывания в учении. Я не буду развивать это дальше, потому что тут можно говорить о понимании Писания, о том, насколько люди, когда читают, понимают. Тут очень многогранно. Но нам важно понимать, что очень важно то, о чем проповедуется в общине. Вы знаете, прошла та мода, когда христианская, я считаю, нормальная и правильная мода, когда люди записывали то, что слышат. У нас есть пару человек, которые это делают. Спасибо, Сергей Михайлович, за пример. Да, да. Но есть, есть. Ну, я просто Сергея Михайловича вижу. Он рядом, я его вижу. Если кто-то это делает, спасибо. Это хорошая практика, друзья. Потому что Писание, над Писанием еще надо размышлять. И учение общины помогает нам понять Писание. И этот как раз вот есть первый шаг к применению. Вот это есть первый шаг к применению. Это есть то, что производит преображение. Потому что применение производит преображение нас с вами в образ Ешуа. Именно исполнение Писания. Поэтому, приходя на шаба, друзья, надо пребывать в этом учении. Ожидая комментария Торы. Ожидая проповеди. И, вы знаете, посвящая это время своему духовному росту. Это время духовного роста для того, чтобы потом сделать этот шаг применения. Вы знаете, применение Писания, оно имеет тоже четыре таких шага. И вот первый, это узнать истину. В общении мы как раз узнаем эту истину. И вторым шагом, потом надо, мы услышали, соотнести ее к своей жизни. Мы должны приложить это Писание, как говорится, на себя. Потом мы должны размышлять. Да, не на соседа, как мне подсказывают. Потом мы должны размышлять над этой истиной. И последнее, мы должны использовать ее в своей жизни и в своем служении. Потому что целью Божьего Писания есть не то, чтобы мы были тельцами упитанными. Конечно, Писание говорит, что мы как тельцы упитанные. Но в чем эта упитанность? Мы упитанные, но мы как воины. Мы тренируемся, исполняем, потому что мы воины Божьего Царства, участвующие в духовной войне. Потому что если мы будем только упитанными, мы немножко располнеем, и нам делать ничего не захочется. Но когда мы тренируемся исполнять Божье Слово, мы становимся воинами Христовыми. И это играет очень важную роль в жизни христиан. Друзья, вторая составляющая успеха – это общение. Почему же так важно общение, друзья? Потому что общение, оно формирует наши взаимоотношения. Оно формирует наше единство. Я прочитаю вам Евангелие от Иоанна. Это ее называют первосвященнической молитвой Ишуа Мессии. 17 глава, 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они, да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». И единство Отца Ишуа – это образ, это образец единства для нас. Я скажу, что образцом единства также есть Израиль. Израиль – это тоже образец единства, потому что он должен быть единой нацией, крепкой. И мы видим, что по-любому Божий народ, и он остается Божьим народом, который сохранил это единство. И на чем это основывалось? На служении единому Богу. И единство Израиля, оно было связано с двумя институтами. Это институт храма, и это институт закона. И что было храм? Это храм – это место, где пребывал Бог, где было ярко выраженное Божье присутствие, и где собирался народ Божий. Что такое закон? Это исполнение закона, оно выражало подчинение Богу как раз именно в формировании единства нации. И это формировало единство нации. Друзья, конечно, то, что я сказал о единстве, в большей степени оно говорится о единстве тела Мессии в общем, но это также фундамент каждой поместной общины. Это фундамент каждой церкви. И мы видим, первоапостольская церковь пребывала в общении постоянно. Что же подразумевает Писание под словом «постоянно»? Я прочитаю. И каждый день, и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Давайте сделаем скидку на эпохи, давайте сделаем скидку на культуру и так далее, на время. Сколько должно получиться общения у нас с вами? Это вопрос. Сколько, вы думаете, у нас должно получиться общения? Но они пребывали в общении ежедневно. Полтора на семь часов в день. Видите, вот у нас сколько интересных теорий. И сколько возникает... Сколько у нас есть общения сейчас, друзья? Один шаббат иногда может на молитве, иногда на домашней группе. Друзья, сегодня мы можем... Знаете, я скажу, что слышать такие теории... Я тоже когда-то ее советовал всем. Потом понял, что неправильно делал, попросил у Бога прощения. И у всех, кого советовал... Спасибо, Витя, я это постараюсь воплотить в жизнь. Друзья, теории, вы знаете, вы, может, слышали... Расставление приоритетов в жизни христианина, да? Там семья, служение, так первое, вот так должно быть второе. Но в этом вопросе... Ну, я редко слышал, что кто-то вначале говорил о самом главном приоритете. И я прочитаю вам. То, что говорит об этом Писании. Евангелие от Луки, 14 глава. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Да? Слышали такие места? Я еще вернусь к этому, чтобы мы правильно поняли это. Что мы должны прежде всего искать? Прежде всего мы с вами должны искать Божьего Царства и правды Его. Я скажу, друзья, что в предыдущем местописании, конечно, мы должны заботиться о своих родных. Мы должны заботиться о своих семьях. Мы должны заботиться о наших детях. Мы должны понимать правильно распределять свое время в нашем служении, в нашей работе, потому что работаем. Мы должны работать как для Господа. И у нас должно быть все правильно. Но, друзья, мы спасены для того, чтобы распространять Божье Царство. Это главная цель жизни верующего человека. Мы должны понимать, что Царство Божие и община – это две неразделимые вещи. Нельзя разделить Царство Божие и общину. И Дух Святой сошел, как мы видим, на собраниях Христиан. Он сошел, когда они собрались вместе. Когда мы вместе, то мы собираемся, чтобы поклоняться Богу. Когда мы собираемся, вместе происходит что-то особенное, чтобы Царство Его как раз распространялось. Это должно быть всегда в нашем фокусе и в нашем понимании. Тогда это будет происходить. Особенное как раз действие Духа Святого. Потому что Дух Святой – это сила, данная для проповеди Евангелия. Я скажу так, друзья. Опять же, нам, конечно, людям свойственно к теориям своим. Но это мое понимание. Это сугубо мое понимание. Я считаю, что христианский минимум общения – это три дня. Ну, это три служения. Шаббат, молитва и домашняя группа или еще одно служение. Помимо этого, я считаю, что должно быть еще одно посещение кого-то такой, чисто посильной помощи. Ну, помочь кому-то, что-то сделать. Но, повторю, в Писании мы этого не видим. Но я это вижу, потому что хочется как можно больше это делать, эти моменты. И, друзья, в наше время это, конечно, непросто. Но это то, к чему призывает нас Господь. Я процитирую тоже еще один текст. Римлянам, 12 глава. Итак, умоляю вас, братья, милосердьем Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Полимаем, друзья ли, мы с вами сегодня, что наша жизнь – это жертва. Живая жертва для Господа. Понимаем ли мы важность общения в теле Мессии? Вы знаете, всем нам хорошо известны стихи. Иоанна 1 глава 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, «И кровь Ешуа Мессии, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И вы знаете, друзья, я скажу так, что наше сознание, оно должно формироваться, и оно формируется вокруг жертвы Ешуа Мессии. Мы должны понимать, что Бог спас, чтобы мы стали частью Божьего народа, частью Его общины, частью Его кигилы. Мы, наше сознание, мы должны понимать, что мы имеем возможность пребывать в Божьем присутствии, потому что завеса, которая отделяла человека от Бога, она разорвана, была жертвой Ешуа. И мы имеем возможность входить в Божье присутствие, мы имеем эту возможность ощущать Его Божье присутствие. Это, именно это присутствие, оно двигает нас поступать по истине. И именно Божье присутствие в нашей жизни, оно влечет нас к общению со святыми, оно влечет нас в Дом Божий, потому что в Доме Божьем мы переживаем некоторое особенное Божье действие, когда мы собираемся, как Его народ, собираемся вместе, чтобы строить Его общину. Когда в общине мы с вами, друзья, мы тело Мессии. Мы тело Мессии, друзья. Когда мы общаемся в теле, Его жизнь втечет нас, и происходят вот эти вот взаимоскрепляющие связи. И что происходит? Происходит перетекание с одного сосуда в сосуд, в другой. Мы учимся друг у друга, мы обличаемся друг другом, мы смотрим, как надо поступать, как не надо. Друзья, я, знаете, я безмерно благодарен каждому человеку на этом месте, потому что я учусь у вас. Я учусь, я смотрю, как вы проходите испытания, и для меня это пример. Я смотрю, как надо поступать, и я смотрю, как не надо поступать. Я смотрю, вижу веру, которая вдохновляет. Друзья, это очень важно понимать. Именно здесь, в общине, мы можем научиться жить вот такой вот жертвенной жизнью. Не хочется служить брату или сестре, но ты понимаешь, что я живу не для себя, я живу для Бога. И когда ты понимаешь, ты не можешь этого не сделать, не можешь, потому что твое естество, оно другое, мы изменены, мы другие, мы отличаемся от людей этого мира. Вы знаете, его присутствие в нашей жизни, оно влияет на нас и формирует образ нашей жизни. Когда мы имеем общение в общине, мы, то, что я сказал, утверждаемся в вере, мы смотрим на жизнь, вы знаете, мы смотрим на жизни наших служителей. Есть у нас примеры, довольно, ну, прекрасные примеры жизни людей, которым хочется подражать. Наши дети смотрят на жизнь своих родителей, на жизнь в общине, и это, что это производит? Формируются нравственные принципы жизни. Да, может быть, не все идеально, как хотелось бы, но это происходит. В общине формируется это. Друзья, я не умоляю, я показываю просто одну часть. Естественно, наша жизнь дома, она также не должна отличаться от жизни в общине, но я сегодня не об этом. Я хочу сегодня сказать о общении. А когда мы имеем общение, друзья, вот такое, о котором, как я сказал, то кровь Ишуа, Мессии, она очищает от всякого греха. Когда мы вместе, мы уже не можем сказать, мы не можем сказать, что мы без греха. Потому что мы видим, Дух Божий действует, и я не могу сказать, что я без греха. Об этом говорит Писание, потому что община – это место ярко выраженного Божьего присутствия. Помните Израиль, помните храм – это место обитания Бога. Община – это место ярко выраженного Божьего присутствия. Происходит что-то особенное, когда мы собираемся вместе. И вы знаете, я скажу, вот бывают ситуации, когда суета, заботы какие-то, и вот даже на служении, на молитве, на где-то ты приходишь, и может быть не происходит чего-то особенное, но мы очень часто чувствуем это присутствие. Знаете, я когда-то слышал одного проповедника, он говорит, вы можете чувствовать Бога, который пришел к твоему соседу, но вы его чувствуете, его присутствие, оно изменяет. Если это будет где-то, это не будет так, потому что здесь Бог проявляется особенным образом. Когда мы собираемся для поклонения, происходит что-то особенное. И мы учимся, друзья, учимся друг у друга. Наше совместное пребывание – это благо для нас. Оно дает именно наш духовный рост, оно вдохновляет нас к жизни, оно вдохновляет нас к тому, чтобы мы шли, проповедовали Евангелие Царства, чтобы мы служили, чтобы мы жили жертвенной жизнью. Это благо для нас, друзья. И это делает самое важное. Это преображает невесту Христову. Это наше общение, оно преображает. Изменяемся мы, и это преображает невесту Христову и делает ее святой и непорочной. Третья составляющая успеха, друзья, – это хлебопреломление. Насколько мы сегодня осоздаем важность причастия? Насколько мы понимаем, что такое причастие? Говоря о результате этого действия, о результате этого таинства, следует понимать, что само участие в вечере Господней, вот если просто участвуем, оно ничего не производит. Оно производит действие тогда, цель достигается, когда участвует вера участника, и есть понимание, что он делает. Что это значит, что происходит в этот момент. И поэтому я хочу немножко поговорить, чтобы мы понимали, это общее понимание такое, ну, чтобы мы понимали, что происходит в момент хлебопреломления. Друзья, мы вспоминаем, это воспоминание. Это воспоминание того, что Ишо совершил на Голговском христе. И мы помним, что апостол Павел Раф Шауль, мы читаем постоянно, когда у нас происходит причастие, говорил, сие творите в мое воспоминание. И значение слова воспоминать, это значит освежать, обновлять памяти. Вы знаете, это постановление Бог дал для того, потому что Он знает человеческую природу. Мы можем, да, мы живем с Богом, но мы ходим с Богом, но быть сконцентрированным всегда на жертве Ишоа у нас не получится. Мы понимаем, но должно быть особенное время, особенное время воспоминания, когда мы останавливаемся, чтобы мы в полноте задумались о том, что произошло на этом акте Божьей любви. И, я думаю, вы со мной согласитесь, да, мы стараемся ходить с Богом, но 24 часа в сутки мы этого делать не можем. Глубокая, глубокий фокус на жертве Мессии. Друзья, следующим моментом – это есть возвещение. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню восвещаете, доколе Он придет. Когда мы вместе и члены тела Мессии участвуют в хлебопреломлении, то тем самым происходит открытое заявление в духовный мир, открытое заявление людям, что Агнец Божий берет на себя грех мира. Это открытое заявление того, что Ишуа является основой нашего с вами спасения. Это заявление о том, что Его кровь очищает нас от всякого греха, что Ишуа со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, чтобы Его народ мог пребывать в мире с Богом и ходить во святое святых для общения с Богом. И это возвещение о том, что поглощена смерть победою, и что мы имеем через Христа, через Ишуа, мы имеем воскресение из мертвых. Друзья, следующая часть, самая спорная, конечно, часть в христианстве – это приобщение. И знаете, тут очень много теорий, я не буду на этом останавливаться. Два основных направления споров – это о том, действительно ли хлеб и вино являются телом и кровью Мессии, или это его символы. Но я прочитаю вам, что говорит об этом Писании. Мы не будем сегодня углубляться, это очень глубокая богословская тема, но что говорит об этом Слово? Ишуа же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не прибудете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плодь и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плод Моя истинная из пищи, и кровь Моя истинная из питья. Едущий Мою плодь и пьющий Мою кровь пребывает во мне, и я в нем. И когда мы это делаем, мы приобщаемся к Нему. Он пребывает в нас, и мы пребываем в нем. Следующая часть – это благодарение. Причастие, хлебопреломление еще называют Евхаристией. Это очень хорошо раскрывает смысл. Благодарение. И благодарение имеет особенный характер, особенный акцент. Мы благодарим Триединого Бога. Мы благодарим Отца за то, что Он возлюбил нас так, что отдал Сына Своего, Ешуа, Мессию, для нашего спасения. Мы благодарим Ешуа, который смирил себя, был послушный даже до смерти и смерти крестной, где Он искупил нас, где Он оправдал нас. И мы благодарим Святого Духа за Его действие обитания в нас, за Его работу, которую Он производит в нас, за действие Его благодати в нас. И во время Вечери Господней как раз происходит наше с вами утверждение в благодарности Богу, утверждение в благодарности. Мы концентрируем свое внимание на Боге, и мы благодарим Его за то, что мы можем это совершать. Друзья, следующий момент – это освящение. Освящение написано, что «Доиспытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Человек нуждается в самопроверке, друзья. Мы должны взвешивать свою жизнь. Мы должны понимать, как мы ходим перед Богом. Мы должны в своем хождении перед Богом понимать и осознавать свои ошибки, свои промахи, свои неудачи для того, чтобы их исправить. И это время, когда мы заглядываем внутрь себя. Это время, когда мы оцениваем себя. И потому что, почему это происходит? Потому что покаянию предшествует осознание. И это есть средство для нашего с вами духовного роста и преображение в образ нашего Господа и Спасителя Ишоа Мессии, который дает нам жить путем освящения длиною в жизнь. Это важно понимать. Знаете, есть практики, где люди должны пройти где-то какой-то период размышлений. Я считаю, это неплохие практики. Мы с вами знаем, когда у нас причастие. Мы знаем день, когда у нас причастие. Это хорошее время, чтобы попаститься, подумать, поразмышлять. И в момент самого служения задуматься о своих путях, взвесить свои пути. Друзья, следующая часть – это общение. Ну, об общении мы уже говорили, но это неотъемлемая часть вечерей Господней. Это время, когда церковь, когда его община собирается вместе, как тело. Мы собираемся, как тело. И уже сам Ишоа, он производит объединение Божьего народа, давая почувствовать нам друг друга, давая почувствовать вот эти взаимоискрепляющие связи, давая почувствовать братскую любовь, взаимоотношения, друзья. Друзья, следующий момент – это залог грядущего. Написано. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Дойдите и пьете за трапезу мою в Царстве моем». И это надежда для верующего человека. Когда мы становимся на причастие, мы имеем надежду. Надежду того, что мы будем с Богом на небесах. Это двигает нас к освящению. Это двигает нас к тому, чтобы иметь личные отношения с Богом. Это двигает нас к тому, чтобы изучать Писание. Это двигает нас к тому, чтобы идти этим путем освящения. Друзья, мы, когда это делаем, когда мы делаем эти вещи, это дает нам возможность действительно взирать на Ишуа Мессии. На Ишуа. Взирать. И это время, когда мы, действительно, все наше естество, оно взирает на начальника и совершителя нашей веры и нашего спасения. Но это надо понимать. Это не должно быть действием. На скорости подбежали. Знаете, бывают моменты, смотришь, как люди иногда, не задумываясь, проходят. Я не всегда знаю всех людей, но они подходят, взяли, съели, выпили. Вообще не задумываются. Хочется подбежать, сказать, остановись, что ты делаешь. Это не просто действие. Мы должны глубоко понимать, что происходит. Мы должны размышлять. И тогда наша вера, она будет производить изменение наших сердец. Следующая, друзья, четвертая составляющая успеха общины. Это молитва. Да, мы читаем. Пребывали в общении, в учении апостолов, преломлении хлеба, общении и молитва. Молитва. Вообще, молитва – это неотъемлемая часть жизни верующего человека. Молитва – это наш... Ну, о молитве мы все знаем, да? Вроде все очень хорошо знаем. Это наш разговор с Богом. Это наше общение с Богом. И это основа наших взаимоотношениях с Богом. Но мы видим, что Ешо во время своего служения, он раскрывал, да, моменты. Вот как нужно молиться, что нужно молиться. И мы видим историю одну интересную, да? Когда после Тайной Вечери, когда Ешо уже, казалось бы, раскрыл принципы такие, рассказал о причастии, рассказал все, потом идет с учениками своими, говорит, пободрствуйте со мной, помолитесь часов. Что они сделали? Они уснули. Они уснули. Вы знаете, и христиане часто тоже очень могут уснуть. Только сон их не короткий, а бывает очень-очень длинный. Еще немножко расскажу вам все-таки тогда статистики. По поводу молитвы. Интересно. Опять же, Соединенные Штаты Америки. Духовно падшие, смотря на это, но я, вы знаете, я думаю, что это действительно печально. И я не думаю, что мы намного впереди. Опрос на семинаре молитвенников. Семинар именно молитвенников. Тоже 20 лет назад 17 тысяч человек опрошено. Вы знаете, сколько молитвенная жизнь, среднее количество времени? Менее пяти минут. Из них две тысячи пастырей. Знаете, сколько молитвенное время? Менее семи минут. В день. Не, ну не все. Нет. Это в день. Представляете, друзья, почему-то с личной молитвой не так уж все и хорошо у Божьего народа почему-то. Сокрыто ли это было от Бога? Да не было это сокрыто. Знал Бог это все, друзья. И в нашем тексте мы можем читать о молитве. Там стоит слово, которое означает непосредственно молитва. Но второе значение этого слова написано место молитвы. В словаре дворецкого это написано в доме молитвы. И здесь говорится именно о совместном провожении в молитве. Это было их не постоянное действие. Это было постоянное действие. Первопостольская церковь собиралась не на что иное, как на молитвенное служение. Они собирались вместе, чтобы молиться. И я хочу задать вопрос. Чем является молитва? Или какая, или частью чего является молитва? Молитва является частью, друзья, нашего с вами совместного поклонения Богу. Когда мы собираемся вместе, то происходит между нами наше совместное поклонение к Богу. Мы поклоняемся Ему, и мы молимся Ему, и это дает нам переживать Его реальность и прикасаться к Его жизни. Друзья, когда мы собираемся до поклонения и молитвы, мы испытываем присутствие воскресшего Ешоа Мессии среди собравшейся ради Него, Божьего народа. Я скажу вам, что собираясь для поклонения и молитвы, мы с вами, друзья, входим в сияющую славу великого Бога. Потому что Бог, Он обитает среди нас, и Он обитает среди славословий Своего народа. Его сияющая слава – это непосредственное Его Божие присутствие. Когда мы входим в Божие присутствие, Его в Дух вдохновляет нас жажду, жажду к поклонению, и уже из нашего поклонения Богу вытекает наше Ему служение. Наша жизнь, она должна быть жизнью поклонения Богу. Вы помните местописание, да, о том, кого Бог ищет? Поклонников, которые будут поклоняться в Духе и Истине. И когда приоритеты нашей жизни правильны, когда мы стремимся прийти в Божий дом, чтобы соединиться вместе, когда мы ищем Его присутствие, когда мы ожидаем Его присутствие, то мы учимся этому поклонению, мы переживаем это поклонение, и это поклонение, оно мотивирует нас и двигает нас в нашем служении. Если происходит наоборот, друзья, это очень легко может превратиться в религию. Когда мы служим, потому что надо. Не, мы служим, потому что мы любим Бога, потому что мы поклоняемся Ему, потому что мы благодарны Ему. И это влечет и двигает нас к нашему служению. Я скажу, друзья, что совместная молитва и поклонение производят чудеса. Помните историю, да, интересную историю, когда апостола Петра арестовали. Что делала церковь? Прилежно написано, церковь прилежно молилась. Значение слова прилежное – это усердно, это ревностно молилась. Бог ожидается от Своего народа, чтобы мы это делали так же, чтобы мы все делали усердно и ревностно, чтобы мы ревновали по Своему Спасителю. Друзья, вот простые составляющие. Четыре составляющих успешной общины. Я не знаю, может быть, для кого-то это не актуально. Ну, для меня это актуально. И я хочу, чтобы мы понимали с вами, что наша жизнь, вообще наш успех жизненный зависит от успеха Божьей общины. Жизнь верующих людей, она зависит от успеха Божьей общины. Если успешно будет Божья наша община, друзья, то и мы, дети, будем успешны. Дети Божьи будем успешны. В нашей жизни и в нашей служении Богу. Вот, еще раз, прошли простые составляющие. Учение, общение, хребопреломление, совместная молитва. И у нас сегодня, друзья, есть с вами выбор, как на это посмотреть. Мы можем посмотреть, как в истории, с которой я начинал. Но мы можем посмотреть другим взглядом, взглядом Божьих детей. И, знаете, взгляд Божьих детей, он происходит через призму Писания. И остается, что теперь? Мы услышали. Соотнести это к своей жизни. А посмотреть, а сколько я общаюсь? А сколько я пребываю в этом деле? Это будет второй шаг. Посмотрели, сделали. Потом сделать надо третий шаг. Поразмышлять над тем, что говорится в общине среди недели. Подумать о том, что говорится в собрании святых. И потом сделать четвертый шаг. Начинать это применять в своей жизни. Начинать слушать, а не проповедовать в социальных сетях. Начинать ходить на общение, на посещение. Начинать ходить на молитвенные служения. Начинать к причастию, подходить к сознанию того, что это значит. В конце все очень просто, друзья. Хочу напомнить. Каждую субботу в 11 часов, шаббат, мы собираемся вместе. Каждую среду в 18 часов, совместная молитва общины. Каждый вторник в 18.30, домашние группы. Я перечислю еще множество служений. Из учения Торы, братья, собираются по вторникам. Вы можете узнать у Виктора и Сергея Михайловича. Мои танцевальное служение, молодежное служение. Множество, множество служений, где можно иметь общение. Где можно возрастать и строить успешную общину. Строить прекрасную невесту Ишуа Мессии, друзья. Давайте помолимся. С удовольствием. Отец наш небесный, святый, мы безмерно благодарны Тебе прежде всего за жертву Твою Ишуа. Мы безмерно благодарны за то, что Ты умер за нас на Голговском кресте. За то, что Ты дал нам Себя на Голговском кресте. За то, что Ты очистил нас, омыл, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты принял нас в Свои обители. Мы благодарны Тебе за надежду и воскресение и жизни вечной с Тобой в небесах, Боже. Мы благодарны Тебе за нашу общину, за то, что Ты созидаешь ее. За то, что врата ада не одолеют ее. За то, что община Твоя – это столб и утверждение истины, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы увидим, Боже, заполненные места спасенными евреями и неевреями. Мы благодарим Тебя за Твое преображение в нас, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты формируешь в нас чуткие сердца, отзывчивые сердца, Боже. За то, что мы готовы что-то изменить внутри нас, готовы принять решение, готовы посмотреть на себя со стороны и что-то изменить, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что мы успешны в Тебе, за то, что мы сильны Тобою, превозносим Тебя, славим Тебя, благословенно имя Твое. Благословен Ты, Царь Израиля, сильный Израиля, великий Израиля. Слава Тебе, Бешем Ишуа Машихейну. Амин. Слава Тебя, Боже.